Ну что, доброе утро, мир, доброе утро, страна, хоть не с небольшой задержкой, тем не менее. Пол девятого, первый будний день на этой неделе, жду вас, жду, пока вы присоединитесь, и говорить мы сегодня с вами будем про стыд, про стыд. Социальная эмоция, эмоция, которую нас обучили, которую человека обучили, это испытывать стыд детей, детей вначале учат, потом взрослые не знают, как с этой наукой справиться. Штука вполне ядовитая, штука сковывающая, штука, которая мешает жить, мешает двигаться вперед, из страха испытать стыд обрубаются очень многие совершенно чудесные идеи, которые могли бы привести человека к тому уровню жизни, который хочется, к мечтам, к целям, к радости, которая не позволяется из-за страха испытать стыд. Стыд, штука, с одной стороны, обучена, это такая синтетическая эмоция, которую испытывать научили. С другой стороны, в отличие от многих состояний, очень быстро проявляется телесно сковывая, буквально привет, Алена, доброе утро, доброе утро, Арина, буквально сковывая человека, иногда это приходит, очень ярко проявляется физиологически с нарушением дыхания, когда становится сложно дышать, когда становится доброе утро, я послушница, это был призраку, когда становится сложно дышать, когда поднимается жар, когда кровь приливает к лицу, когда у человека кажется, что земля уходит из-под ног, хочется провалить сквозь землю, и вот такие вот штуки, доброе утро, Моника, рада видеть, и вот такие вот штуки, и либо опыт об этих штуках, об этих состояниях, вот эти состояния, очень, знаете ли, стильно мешают жить и двигаться. И о стыде, о идеологии, о происхождении, о влиянии, можно говорить много и долго. Я сегодня предложу вам одну простую технику, которая поможет уменьшить. Справиться? Не скажу. Вот не скажу. Но уменьшить и буквально взять под контроль эти состояния, буквально взять под контроль эти состояния и иметь возможность с этим взаимодействовать, то есть так, чтобы не мешало жить. Поскольку стыд штука социальная, почему я говорю, что уменьшить, а не просто, а не просто, ну, а не вот по мановению волшебной палочки взять и избавиться от него полностью, потому что самостоятельно взять и избавиться от него полностью сложно. Стыд – штука, еще раз, социальная. Она возникает в социуме, она возникает в контакте с другими людьми. И с техникой работы один на один от нее избавиться сложно. Соответственно, если можно сказать слово «лечиться», да, лечится стыд, когда можно полностью вот освободиться, мне больше нравится слово «освободиться», нежели избавиться, когда можно освободиться от этого тоже только в контакте с другими людьми. Поэтому сказать, что я могу вам дать технику, где вы по мановению волшебной палочки сейчас от этого освободитесь, могу рассказать как. Да, но технология поможет вам научиться с этим справляться. Научиться с этим справляться и сделать так, чтобы стыд не влиял. Да, не то, чтобы вы его вообще перестали испытывать, но не влиял, не останавливал вас, не влиял на качество вашей жизни настолько, чтобы отравлять вам жизнь. Вот мы сегодня будем про это. Сам механизм стыда, сам механизм стыда про нарушение принадлежности. Стыд – это отобранная принадлежность. Как учат из... И у стыда есть, ну, как бы, таких два... Две точки, два триггера запускающие. Да, вот два... Это не совсем... Не про то, что два... Две причины, но как бы две направленности стыда. И в первом, втором случае вообще само ощущение стыда обучили деток тогда, когда говорили, «Как тебе не стыдно?» Да, или «Стыдись!» По-разному ещё говорят. «Стыдись!» «Ты там не такой, как я от тебя ожидала». «Как тебе не стыдно быть жаденой?» «Как тебе не стыдно не делиться игрушками?» «Как тебе не стыдно так говорить про маму?» «Как тебе не стыдно...» Да, и «Стыд» в отличие от вины – это отвержение. Вина предполагает ответственность и возможность исправиться. Когда человек испытывает... Многие путают чувство вины с чувством стыда, но вина предполагает ответственность за поступок и возможность исправиться. «Стыд» – это вина разделяет. Есть я и мой поступок. Я могу чувствовать вину за действие. Либо бездействие, что плюс-минус одно и то же. И возможность исправить, либо согласиться с последствиями. Есть такие ситуации, в которых возникает чувство вины, если это ваша вина, когда последствия, когда исправить уже невозможно, но можно принять последствия, согласиться с последствиями. Стыд невозможно изменить, невозможно исправить, поскольку стыд не разделяет человека и события, человека и поступок, а укрывает полностью человека. Вина говорит «так делать было нельзя» и нужно по-другому. Стыд говорит «ты не такой, нам нужен другой». Вот это большая разница. И стыд, когда говорит «ты не такой, нам нужен другой», исключает человека, лишает человека принадлежности. Принадлежности к социуму, принадлежности к социальной группе, принадлежности к семье, принадлежности к роду. У нас таких не было. Ты вообще чей? Ты вообще в кого удался? Ты не, мне, например, мама говорила, «ты не нашей породы». Не важно, если это такие эпи-породы были, но не суть важна. «Ты не нашей породы», «ты не наша». И тогда человек начинает отказываться от себя для того, чтобы как-то заслужить эту принадлежность. Потому что отказ принадлежности – это на самом деле равносильно смерти. Поэтому, при чувстве, да, поэтому, когда включается стыд, вот так как стыд даёт соматическое проявление, ну мало какая эмоция ещё даёт вот такие яркие, быстрые, мгновенные соматические проявления. Да, когда укрывает стыдом, и стыд – это неактивная эмоция. Стыд неактивный. То есть если, например, мы можем говорить о эмоциях, которые дают яркие соматические проявления, такие как гнев, да, агрессия, злость, когда тоже приливают кровь к лицу, когда хочется, да, там аж кулаки сжимаются, да, но её можно как-то выплеснуть. А остальные эмоции, они плюс, они имеют, ну, разные степени соматического проявления. То стыд – это достаточно пассивная эмоция, её не выплеснешь, да, и при этом она имеет очень яркие соматические проявления, именно потому, что за стыдом стоит отказ в принадлежности. А отказ в принадлежности биологически, да, на клеточном уровне для нас считывается, как угроза смерти. Ещё с незапамятных давних времён, я об этом в эфире периодически говорю, с незапамятных давних времён, когда охотники ходили за мамонтами, и этот охотник, обладающий множеством навыков выживать в невыживательных условиях и тащить мамонта к себе в пещеру, к себе в племя, могли неделю гоняться за мамонтами, по одиночке или как-то правильно, и потом этого мамонта притащить, притраванить к своему племени. И вот если такого навыкового человека исключали, отказывали ему в принадлежности, то он не проживал и несколько дней, поскольку принадлежность для нас, ну, такая жизненеобходимая штука. Посему за стыдом стоит, да, поэтому стыд так сильно проявляется, так сильно останавливает. Стыд человек испытывает в двух, да, вот эта петеология стыда, она в двух моментах. Первая, когда встречается уже во взрослом возрасте, когда, ну, я про деток не буду, да, сейчас понять, что детей учат, как это проявляется во взрослом возрасте. Когда человек встречается с ситуацией, два момента, когда возникает стыд. Когда человек встречается с ситуацией каким-то образом, неуловимым порою, напоминающей то, чему его научили стыдиться, даже если это, ну, да, какой-то триггер включается, даже если это не напрямую, никакой связи нет. Ну, например, например, человека пристыдили, например, человека пристыдили, когда он, там, не знаю, попытался рассказать стишок, да, и это сильно пристыдили, это стало такой фиксацией, и ожидать от такого человека, что он сможет выходить и говорить на аудиторию, общаться с аудиторией, публично выступать, вести эфиры, он будет встречаться с какой-то непреодолимым страхом. Даже если он будет вспоминать о том, что страх – это только иллюзия, и на самом деле, когда вы испытываете страх, вы боитесь того, чего нет, чего не существует, да, можно тысячу один раз говорить, но у него будет физически, его физически будет останавливать, он будет физически, у него будет включаться соматика, да, тело, он будет физически останавливаться и не понимать, почему он не может нажать кнопку прямой эфир, выйти в эфир и начать разговаривать, да. Если человек, то есть его будут сковывать, вот стыд он сковывает, и со стыдом бороться еще страшнее, на самом деле еще сложнее, чем со страхом. И это будет просто про то, что где-то есть вот эта вот цепочка триггера, да, цепочка, которая будет отправлять его в предыдущий, да, в предыдущий опыт, где он с этим стыдом, где его этот стыд научили чувствовать, научили испытывать. Это тот момент, мы будем делать большую процесс, я уже давала похожую технику, мы будем делать на продаже для психологов, и будет большой процесс, который будет помогать преодолевать страх выхода в эфир, страх прямых эфиров, страх записывать видео, страх вещать на аудиторию, и будет большая работа со стыдом, и будет большая работа с вот этим страхом, потому что это один из самых, ну, из-за того, что я наблюдаю, один из самых таких значимых страхов, которые останавливают специалистов и не дают им о себе говорить. Это один пункт страха, да, простите, стыда, когда человек встречается с какой-то своей ситуацией жизненной, и он как будто бы не может сдвинуться с места. Вот знакомо вам такое, когда, ну, вы можете 1500 раз объяснять себе, что это не страшно, ну, и мало ли что обо мне подумают, и даже делать технику снятия значимости от мнения, да, зависимости от мнения окружающих, я ее давала, и на ПДП, это продаж для психологов, я ее давала, но как будто бы вот что-то, вот этот палец нажать кнопку не дает. Можете много раз, напишите, кому знакомо, да, когда на уровне логики вы уже все объясняете, но вы сжимаетесь внутренне, вот этот вот, не просто страх, который проработаете, когда тело сжимается, да, есть тут народ, который, или это другая, очень знакомо, вот, Лена, Лена Блюзи, да, очень знакомо, когда сжимается на уровне, вот это вот сжатие на уровне тела, при попытке заявить о себе, ага, математика, да, математика, при попытке заявить о себе, это вот форма стыда, когда ваш бессознательно бьет отсылку на прошлый опыт, где там ядро стыда. Да, до тошноты, вот этот вот момент знакомо, приветствую, приветствую, Людмила, знакомо, вот этот момент, когда до тошноты, до сжатия тела невозможно сдвинуться с места, поскольку есть, то есть там за страхом будет стоять стыд, стыд, за стыдом будут стоять угрозы, да, потери принадлежности, а потери принадлежности это угроза смерти, это один пункт, стена перед глазами и ступор, это один пункт, вот как с этим пунктом справиться, мы сегодня, я не буду обещать вам, что у вас получится полностью взбавиться, да, вот есть моменты, когда я говорю, знаете, вот сделайте технику, два-три месяца будете делать, забудете, да, и там будет что-то кардинально по-другому, здесь не могу вам пообещать, что будет, что вот прям, вот так вот, но то, что градус будет снижаться, и вы сможете с этим взаимодействовать, да, да, это первый пункт, да, второй пункт, второй, ну такая, формат проявления стыда, это вообще иррациональный стыд, это когда вы вдруг ощущаете, что вас укрывает стыдом, и вы даже логическим путем не можете себе объяснить, почему, как будто вы вот анализируете, думаете, ну я все, что я сказала, было правда, и все, что я сейчас проговорила, ну либо там хочу проговорить, это действительно так, и ничего страшного нет, и вроде даже там люди, с которыми я сейчас, они безопасны, но вас укрывает таким нелогичным стыдом, что как будто, ну, как будто вы такая, знаете, как колпак стыда укрывает, и вот такая штука укрытия колпаком стыда, совершенно казалось бы иррациональным и логичным, она про отсылку к шоку, не просто про отсылку к какому-то предыдущему опыту, где меня научили стыдиться, и мне пригрозили потери принадлежности, то есть даже если никто не сказал, ну прямыми словами, я тебе угрожаю потери принадлежности, да, ну было понятно, что ты не такой, а нам нужен другой, соответственно, или ты не такой, как нам нужен, да, нам нужен другой, соответственно. Так вот, вроде даже ничего не угрожает потере принадлежности, но какой-то иррациональный стыд укрывается головой и с ним, ну как будто вот волной полностью накрывает, и даже сложно дифференцировать и объяснить почему. Вот это стыд шока. Что такое стыд шока? Дело в том, что шоковая энергия, на 20-го, наверное, начать, ну ладно, дело в том, что шоковая энергия связана, она сопряжена со стыдом, и шок, ну шоковые травмы, они сопряжены с потерей принадлежности, с потерей, ух, стаять, секунду, меня тут пытаются, так, я вроде бы вернулась, да, в инстаграме, там у меня тут звонок был, и шоковая энергия, она сопряжена со стыдом, и когда человек попадает, то есть, это, знаете, такое состояние, как будто бы ты сидишь, особенно, ну, когда ты влетаешь в эту шоковую, когда человек влетает в шоковую энергию, влететь в шоковую энергию, это не обязательно, прямо сейчас, принижить шоковую травму, да, это влететь в ситуацию, где шоковой энергии много, это влететь в ситуацию, которая, доброе утро, Анталия, это влететь в ситуацию, когда она будет чем-то напоминать какие-то давние события и триггер, который будет поднимать шлоковую энергию и человек влетает в состояние, ну извините, прямыми текстами, я дебил, на меня все смотрят. Вот такое ощущение, что я сейчас просто дебил, ну или дебилка, и подарите свое удобное для вас слово, те, кому знакомы, как будто бы на меня все смотрят и все видят, что я просто сейчас, ну вот какой-то вообще не такой. И вот в этом месте укрывает стыда и то, что здесь, если сейчас технику, что делать в предыдущем случае, я расскажу, то в этом случае первое, что нужно делать, это заземляться. Это заземляться для того, чтобы эту шлоковую энергию заземлить, переработать, вернуться в тело, потому что вот в этом состоянии это вылет. Это человек, который почти, он находится, он как будто бы в этот момент, его как будто бы размазывают по пространству, и ему очень сложно дифференцировать себя, ему очень сложно отделиться от пространства. То, что поможет в этой ситуации, вот когда, если вас укрывает стыдом, таким рациональным ощущением, что я дебил, на меня все смотрят, даже если вы видите, что вроде бы смотрят не на вас, это не помогает, это не срабатывает, начинайте заземляться любыми известными вам способами. Самыми простыми – медленными глотками пить прохладную воду, пальцами ног, шкрябаться пальцами ног, смотреть по сторонам, чтобы были включены мышцы шеи и мысленно проговорить о том, что я здесь, я здесь есть. Можно прохлопаться по телу, можно протрогать тело, если вам сложно прохлопаться, потому что будет казаться, опять же, что я дебил, и на меня все смотрят, и что это я… Меня все увидят, да, очень страшно. Вот это шоковый стыд. Это шоковый стыд. Есть стыд опыта, когда в первом варианте, о котором я рассказывала, сейчас мы к нему еще вернемся, просто механика работы разная. В первом варианте этот стыд опыта, когда я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, которая меня отбрасывает в предыдущий опыт, где мне угрожали потери принадлежности, где мы говорили «стыдись», или «как тебе не стыдно», или «ты какой-то не наш», «ты какой-то не нашей породы». Это один вариант. Здесь мы сейчас делаем якоря. И второй вариант – это когда вот эти вот иррациональные, да, меня все увидят, очень страшно. Иррациональный этот шоковый стыд шока. И вот если вас укрывает стыдом шока, просто коллапсикорей не сработает. Да, здесь нужно заземляться. Заземляться – это шоковый вылет, это все, что нужно сделать – это реально ощущать свое тело. Это работает, это кажется простыми, совершенно простыми такими историями, но простыми инструментами, но это срабатывает, это работает. Те, кто никогда не был у меня на целеске, вам будет сложно поверить. Те, кто были, могут подтвердить, что простые, простое включение какой-то, ну, мышцы запускает настолько глубокие процессы, что просто на уровне сознания можно годами вокруг да около бродить, и особо это, ну, не даст такой эффект, какой дает на уровне тела. То есть если вас укрывают вот этим шоковым стыдом, да, или им можно, ну, если хватает сил, если хватает сил, попросить сказать у кого-то фразу «я такой же», но сил на это может не хватить. Поэтому если вы видите возле себя, да, что у кого-то человека сильно укрывает стаду, вы можете сказать простую фразу «я такой же», вы тем самым поможете очень сильно человеку, да, вы ему вернете принадлежность. Вот простая фраза «я такой же», да, про не нашей породы мою, и мою тоже, я с этим тоже работала, да, «я такой же», вы этому человеку окажете просто неоценимую, на самом деле, услугу, поскольку это возвращает, ну, шанс на жизнь в буквальном смысле. И хорошая фраза «я знаю, что мне стыдно». Смотрите, когда… Ещё раз, мы сейчас вернёмся к предыдущему стыду, потому что там прям упражнение нужно будет сделать. «Я знаю, что мне стыдно», если вас укрывает вот этим вот неимоверным стыдом, да, когда меня увидят, когда очень страшно, когда даже сложно… Вот я добила, на меня все смотрят, когда сложно дифференцировать, да что ж такое, да что ж такое. И почему это так происходит, да, в этом месте вы даёте, говорите сам себе, либо сама себе фразу «я знаю, что мне стыдно», продышать «я знаю, что мне стыдно». И можно представить, как будто бы у вас есть, ну, не знаю, вот ящик вашей информации, да, такой стеллаж вашим бессознательным, сознательно-бессознательным. Есть стеллажи с ячейками информации. Много-много-много-много ячейки информации. Много-много-много-много стеллажей. И обнаружить пустую ячейку, которую занимается… Такая пустая ячейка, которая для стыда. Такая вот это место стыда. Обнаружить и начать этим стыдом заполнять эту ячейку. Как будто бы вы собираетесь и говорите, ой, стыд убежал. Да, вот со своего места. Вот место стыда. И вы как будто бы, можно представить там шкатулочку, можно представить в какой-то форме, которая будет соответствовать. Можно представить там какие-то, ну, не знаю, ящички, куда вы этот стыд упаковываете, вот там стыд. И положить стыд мысленно, начать контейнировать, сложить стыд в эту шкатулку. Потому что когда этот стыд укрывает, сквозь бежавший стыд, да, стыд шока, когда этот стыд укрывает, он как будто бы везде, и у него нет его места. И вы говорите, я знаю, что мне стыдно. Да, ощущаете? Вот, да, я знаю, я сейчас чувствую стыд. Вы тем самым как будто бы даёте место стыду и находите его место в вашем информационной, в вашей информационной, не знаю, кладовке, если хотите. Это то, что помогает, это то, что помогает со стыдом справиться. Для специалистов хорошее, да, я... Когда в группе, потому что вообще излечивается стыд в группе, да, когда группа признаёт о том, что я такой же, как ты, а ты такой же, как я, да, и в этом месте... Потому что на самом деле нам каждому есть чего стыдиться, да, из-за чего нас так научили. Сейчас прочитаем. А если включается самостоятельный отказ от принадлежности, поражённый стыдом, что я такой, как они, и что с этим делать. Виколь, скорее всего, ты отказываешься не от принадлежности, а от проявления, если я правильно тебя поняла, да. Ну, например, например, родители алкоголики. Вот, да, родители алкоголики. Вдруг человек начинает ощущать в себе тягу к алкоголю. И он тогда начинает пугаться этого, отказываться и отказываться и от алкоголя, и от родителей. Но вероятнее в этом, что пугает человека не алкоголь, а и даже не те качества, которые, внимание, родители проявляли, а то, как они проявляли это качество. Это чуть-чуть даже не про стыд, да, а то, как они проявляли это качество. То есть, например, качество, не знаю, ставить свои интересы превыше других, например, качество весёлого обезбаша, весёлого такого душа компании, качество находить самые лёгкие решения, качество расслабляться по полной, да. И это классные качества, это классные ресурсы. Но у ребёнка остаётся память не о качестве, а о том, как родители эти качества проявляли. И тогда, отказываясь от того, как родители это качество проявляли, ребёнок отказывается от самих качеств, лишая себя сам, лишая себя гигантского количества ресурсов. Потому что способность расслабляться и отдыхать по полной – крутое качество. Есть очень многие люди, которые не умеют расслабляться, вот совершенно не умеют расслабляться. Качество находить самые лёгкие решения – крутейшее качество. Многие люди сворачивают гору вместо того, чтобы сделать просто шалки и обнаружить дверь. И вот тогда я даю такое упражнение, это, правда, не про стыд. Вот если я вижу в работе человека, который отказывается от этой принадлежности, то отказывается он на самом деле не от принадлежности, а от того формата проявления качеств, которые родители проявляли. Тогда я даю упражнение, когда я предлагаю разделить, выписать всё то, из-за чего вы не хотите быть похожими. Какие качества за этим стоят, и как вы можете принять эти качества и проявлять их по-другому. Да, и это гигантский ресурс. Мне стыдно быть красивой, сексуальной женщиной. Мама стыдила за это. Да, и мама может стыдить за это, из лояльности к маме можно брать эту историю. Только это тут даже не про… Можно смотреть про стыд. И тогда я не увидела вопросы, здесь просто пока констатация о том, что так было. И это про позволение себе сексуальности. С этим надо и можно смотреть, например, на социальном мужестве. Это пятый модуль, когда мы работаем про структуру любви и сексуальности, позволение себе сексуальности, проживание её, проявление её. И называется это «Я имею право». Можете, знаете, взять себе за мантру такую фразу «Я имею право нравиться» и пользоваться этим, даже если это кому-то не нравится. И это может быть безопасно, даже если раньше было по-другому. И прям ложить себе руку на грудь, ложить себе руку на живот и хотела проговаривать, из раза в раз, спрашивая себя, на сколько процентов я могу в это поверить. На один процент? На один. На полпроцента? На полпроцента. И разрешать себе верить в это на полпроцента. А потом на один процент постепенно оно начнёт подниматься. Это, знаете, как маленькое зёрнышко, которое начнёт давать росточки. И это крутая штука. Так вот, возвращаясь к стыду. Да, а то мы немножечко сдвинулись. Возвращаясь к стыду. Вот если мы говорим про стыд, да, вот этот ситуационный, не шоковый, когда укрывает, а про стыд, когда вы встречаетесь в какой-то ситуации, в которой вам нужно проявить себя, например, на ПДФ, на продажах психологов, я буду говорить применительно к введению прямых эфиров, к введению записи видео, записи видеопрограмм. И когда мы там будем делать большую работу с этим, когда вы встречаетесь с этим стыдом, который вас останавливает и тормозит, да, я могу прямо сейчас, ещё раз, в продаже для психологов очень крутая, спасибо, не очень знаю про что, но в смысле что-либо кто, может быть техника, может быть я, я тоже, да. Так вот, я стала течет на вопрос и взбились, да. Ещё раз, в продаже психологов-то будет большая работа, где будет отработка стыда, мешающего выйти в прямые эфиры, мешающего вообще говорить о себе, мешающего проявляться, да. Но если вы в какой-то ситуации, влетели, вот прямо сейчас вы влетели в какой-то ситуации, и вам стыдно, вам стыдно, ну, проявить себя, стыдно что-то сказать, стыдно вот этот вот стыд, который останавливает, сковывает и не даёт действовать. Сделайте простую штуку. Эффект от, я знаю, что мне стыдно, да, можно и здесь применять, найти место для стыда, положить его на место своём. Ты крутая, это правда. Спасибо, Карин. Положить его туда и сделать следующее. Вспомните, пожалуйста, вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вы испытывали очень большой стыд. Либо если вы его испытываете прямо сейчас, усильте этот стыд осознанно. Когда усиливаете его осознанно, вы как будто вы берёте над ним власть. А усиливаете этот стыд осознанно до того максимума и пика, который вы можете вообще прожить. Усиливаете, 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 усиливаете и зажимаете сильно-сильно в пике. Доброе утро. Вы ли? Я послушница. Это, да. Значит, для тех, кто не понимает, что сейчас происходит, вот эти вот представления, когда я представляю, послушница, если когда-то пойдёте в Шоково, там поймёте. Вот такая крутая банда горбочек. Так вот, на пике стыда, вот на пике этого стыда, сильно-сильно сжать левый кулак. Сильно-сильно, да? Якорь. Сделать якорь. Потом разжать, сбросить. То есть вы как будто весь стыд сжимаете в кулак. Максимальная сила. И потом разжать, сбросить, прямо с тела всего, сбросить, прохлопаться. И вспомните какую-то ситуацию, когда вы гордились, когда вы были звездой. Даже если это была ситуация в детском садике, когда вы рассказали стишок, и вам все дружно аплодировали. Или когда-то, когда вы, не знаю, могли гордиться даже там за своего ребёнка. Когда вот, когда же ребёнок рассказал стишок, и прям все вау, и будет такая вау. И вообще всё супер. А я, тихо, мы успеем. Мне тут рассказывают про низкий заряд аккумулятора, да? И мы всё равно успеем. Или вы одержали какую-то победу, решили какую-то сложную задачку, я не знаю. Купили квартиру сами, без кредитов. И выходили, трогали стены, говорили, вау, это моя, это я, я смог, либо я смогла. Это так круто, это вот этот максимум. Да, вспомните, не знаю, у меня, наверное, самая-самая такая крутая до сих пор, при том, что у меня, ну, на моём счёт, очень много побед разных, очень много таких достижений, целей, которые мне есть, чем гордиться. Но, наверное, самая-самая вот такая яркая, это когда я была, боже, мне было очень мало лет, и я работала администратором, называлась-то хозяюшкой в детской академии Теремок, это было очень-очень давно. Но и потом постепенно-то меня заметил директор и стал меня обучать, и я потом начала вести, начала заниматься актёрским мастерством, потом я ещё ввела актёрское мастерство, у меня много интересного биографии. И потом мне доверили готовить команду, ну, внутри этой детской академии Теремок, мне доверили вести команду, детскую команду готовить к КВН, со всякими там юмористическими сценками и так далее. И вот моя команда выиграла у команды, которую готовили, у команды преподавателей, у команды, то есть там было три команды, и вообще моя команда выиграла. И выиграла, то есть это было вау, это было вау, это было ого, это было ничего себе, это было столько счастья, гордости, что я там зелёная начинающая, и мои ребята выиграли у команды преподавателей, у другой команды детей, которых готовили преподаватели с каким-то колоссальным стажем, а у меня ни стажа, ничего, ни опыта, просто горящие глаза и где-то там факел, видимо, ну, где-то сзади факел, да, и это было самое такое, вот вспомните, какой-то, прошло уже дофига времени, дофига лет, у меня, ну, гораздо более там серьезные в цифровых выражениях победы за спиной, которыми я тоже очень горжусь, но вот это ощущение невероятной гордости, вот самый яркий якорь оттуда, вот вспомните это, невероятную гордость, невероятную гордость, и сильно, в пике этой невероятной гордости, сильно зажмите правый кулак, в пике невероятной гордости, когда вы понимаете, что просто, вы просто звезда, вы такая звезда, что вы звезде всех звезд, и что вы самая крутая, либо самая крутая в этом мире, у каждого есть какой-то, да, ну, степень эмоциональности тоже, да, и структура эмоциональная, либо более ментальная тоже зависит, потому что для кого-то, вау, это искра и филирка, для кого-то, вау, это, ну, вау, да, ну, вот каждый для себя возьмите максимальное, вот в состоянии максимальной гордости, тоже зажмите сильно-сильно кулак, окей, и у вас есть два якоря, и теперь, когда вы встречаетесь, можете это проделать прямо сейчас, вспомнить ситуацию, в которой вам стыдно, вспомнить ситуацию, я говорю сейчас про стыд, останавливающие, которые мешают вам, ну, не знаю, написать пост, да, заявить о поднятии цен, зны, написать пост там с приглашением, заявить вообще себя как специалиста, да, и вот когда вы чувствуете этот стыд, зажимаете правый левый кулак, да, там где у вас кулак стыд, и потом зажимаете правый, и у вас как будто бы делится, да, вы как будто начинаете ощущать, как будто где-то посередине будет делиться, да, вот это вот, как будто бы здесь стыд, а здесь включается гордость, стыд, гордость, и вы начинаете, да, как будто бы правым кулаком накачивать, ну, струсились, потом правым кулаком, как будто бы начинаете накачивать гордость у тела постепенно, постепенно, постепенно смещая, да, Как будто бы вот это накаченное правым кулаком, вот этот вот пик гордости начинает просачиваться в ту половину тела, в левую половину тела, где у вас кондинировался стыд. И вы сколлапсируете, как будто бы схлопываетесь в два состояния постепенно, постепенно, не с первого раза, не всегда с первого раза. Да, здесь чем чаще вы с этим встречаетесь, и чем чаще вы с этим работаете, тем больше будет результат и эффект, когда вы сразу в раз, сразу в раз, где от сколлапсируете и накачиваете ощущение гордости у себя, наполняете ту часть, где у вас живет стыд. Постепенно вы обнаружите, что вы можете с этим взаимодействовать, и даже когда вас укрывает, когда вы ощущаете стыд в контексте какого-то действия, которое вам мешает, заявите себе, выйти в эфир, что-то предъявить. Вы сможете взаимодействовать, понимаете, да, окей, я знаю, что мне стыдно, место стыда здесь, это один шаг, второй, почувствовали кулак, якорь, и начиная вот это вот ощущение гордости, накачивать, сколлапсировать, сбрасывать, накачали, сбросили, накачали, сбросили, стыд, и ваше состояние будет выравниваться. И вы перестанете быть под власт на стыду, вы перестанете, в контексте своего социального продвижения, вы перестанете быть под власт на стыду, вы сможете с этим взаимодействовать, вы сможете с этим жить и получать новый, новый, новый опыт. Почему? Потому что на самом деле, будь то стыд, будь то страх, это не более чем иллюзия, не более чем галлюцинация, которая на самом деле не существует. Это обман, это мозг, который подсовывает свои картинки, свои программы, и это не существующая галлюцинация, это галлюцинация мозга, это ваши исключительно внутренние процессы, которые вас останавливают. Вы смещаете эти внутренние процессы, да, снимаете их, вы обнаруживаете, вы обнаруживаете, что оказывается многое на самом деле по-другому. Окей, резюмируя всё то, что мы сегодня говорили, резюмируя всё то, о чём мы сегодня говорили, есть стыд, 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 одна из самых, это социальная эмоция, её обучают чувствовать, стыд очень быстро, очень ярко проявляет, семантически сильно сковывает, иногда мешает дышать, иногда мешает, ну иногда это приводит к изменению цвета кожных покровов, да, и это сильно, сильно останавливает продвижение, сильно останавливает движение себя. Стыд за собой, да, имеет отказ в принадлежности, угроза отказа в принадлежности, это в свою очередь обозначает угрозу жизни, это неосознаваемый процесс, но именно поэтому тело так останавливает, так резко, да, как только вы встречаетесь с стыдом, у вас резкий тормоз, вы как будто вы замираете в этом месте, останавливаетесь. Есть два вида проявления стыда, ну ситуативный и шоковый, ситуативный, это как тогда, когда вы прям что-то пытаетесь сделать и вас отталкивает назад, и ваш опыт показывает о том, что, ну, это опасно, это стыд. И шоковый, когда вас укрывает, шоковая энергия, поскольку, доброе утро, Марина, поскольку шоковая энергия сопряжена со стыдом, да, вы знаете, что делать в первом случае, что делать во втором случае. Для тех, кто хочет глубоко эту тему, проработать, да, ситуационный стыд, который мешает вести эфиры, страх видео, страх продвижения, welcome, с первого числа группа продаж, стартует продаж для психологов, обновленный контент, обновленный вариант, с заточкой на, с большим фокусом внимания на психологические причины, саботажа, самопродвижения. Я включаю технологию, как делать так, чтобы у вас получалось. И, собственно говоря, все, что я хотела вам сказать на сегодня, делитесь, пожалуйста, эфиром, нажимайте кнопку поделиться, делитесь эфиром. Думаю, что те технологии, которые я даю в прямых эфирах, их просто в бесплатных доступах найти сложно, и они, на самом деле, очень круто работают. Это очень работающие, реально работающие инструменты. Это было все на сегодня, мы встречаемся с вами завтра, вероятно, тоже где-то в 9 с хвостиком. На течение этой недели я выведу постоянные, ну, то есть где-то чуть-чуть будет эфир смещаться, в течение этой недели я буду понимать уже точно, мы сместим эфир на 8.30, либо на 9.30. Но в ближайшее, в самое ближайшее время, спасибо, Юлия, в самое ближайшее время, это время устаканится, а когда размораживаешься, моментально не можешь, замораживаешься моментально, не можешь сдвинуться, а бояться вроде нечего. Это тот же страх, да, это тот же страх, стыд, причем это похоже на шоковый стыд. И там, скорее всего, шоковый стыд, ну и там где-то страх тоже. Это похоже на шоковую энергию. Окей, прекрасно, это было все на сегодня. Не забываем делить эфир для меня, это очень важно, как вы делите, ну, важно видеть, я понимаю, пользу и темы, которые вам интересны по количеству лайков и репостов. Встречаемся с вами завтра утром в 9, 9 с хвостиком. Какой классный эффект с кулаками, супер, очень рада, что вы попробовали. Напишите, вот те, кто пробовал, как вам получилось. Спасибо большое, что написали, очень, очень рада. На самом деле техника реально крутая, правда. Спасибо, что написали, очень рада, что зашло. Все, прекрасно, это все на сегодня, я с вами прощаюсь, жду вас, жду встречи с вами завтра в 9 утра, думаю, я напишу 9, 9.15 примерно это время. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok